Привет, друзья! С вами Зел и вы слушаете подкаст Solar News, первый русскоязычный подкаст о солнечной энергетике. Это шестой выпуск. Итак, мы вернулись из затяжного летнего отпуска, захватив с собой и кусочек осени, и теперь начинаем новый сезон с крутыми нововведениями, которые, тем не менее, будем вводить постепенно. И первым нововведением в качестве эксперимента я хотел бы немножечко поменять формат подкаста с обсуждением новостей на сайте, в сторону озвучивания и комментирования солнечной энергетики в целом. Ну и новостей сайта, они, конечно же, никуда не денутся, не дождетесь. Итак, сегодня будет, можно сказать, пилотный выпуск, а быть ли такому формату в целом, я прошу вас написать в комментариях к подкасту, в ваших подкастоприемниках, или на сайте, или личным сообщением мне на почту zel.sobachka.solar.defisnews.ru Кстати, о подкастоприемниках и наших соцсетях. Я категорически рекомендую вам подписаться на наши группы в соцсетях, на каналы. Ну, тут кому что больше нравится, но я лично больше всего люблю Телеграм и Фейсбук. Телеграм за лаконичность, а к Фейсбуку я уже просто привык. Ну, а в описании будут все ссылки, выбирайте, что вам больше нравится. И не забывайте рассказывать знакомым и ставить звездочки и сердечки. Это круто поможет нашему подкасту быть замеченным другими неравнодушными к солнечной энергетике. Теперь к новостям. За те три месяца, которые мы не слышались, в мире произошло много чего интересного, полезного, грустного и даже опасного в солнечной индустрии. Например, США летом затеяли солнечную торговую войну с Китаем, утвердив пошлину в размере 30% на солнечные модули и 10% на инверторы для солнечных электростанций. И китайская промышленность тут же среагировала несколькими банкротствами. А некоторые компании, как китайские, так и европейские, кстати, закрыли в знак протеста свои предприятия, занимающиеся солнечной индустрией на территории Штатов. Казалось бы, при чем здесь Нарвей и Германия? Ну, европейские страны. Наверное, они тоже боятся, что американский президент в своей протекционистской борьбе и погоне за, скорее всего, рейтингами, может и к Европе применить подобные санкции. Ну, мы знаем, с него останется. С другой стороны, европейские производители солнечных батарей и того же самого сопутствующего оборудования также вынуждены тесниться под натиском очень сильно восточных братьев, я имею в виду китайцев, так как в сентябре ЕС отменил минимальные ввозные цены на китайскую продукцию. Ну, читай, убрал пошлины. И спрос, конечно же, перекинулся от гордых модулей с шильдиком Made in EU в сторону более дешевых китайских. А германский завод AstroEnergy, например, вынужден даже сократить рабочий день для того, чтобы ограничить экономический ущерб, нанесенный китайцами. Ну, в общем, экономику шатает вслед за политикой. Но у нас есть и более глобальные новости, прямо-таки космического масштаба. Речь сейчас про Марс. Казалось бы, что может быть общего между Красной планетой и Солнечной энергетикой? А нет, общего у Марса и Земли это маленький, но бодрый марсоход Opportunity, который бороздит его пустыни, марсианские, в смысле, с 2004 года. И примечательно то, что он работает почти полностью от энергии Солнца. Исключение составляют лишь, ну, так называемые тепловые блоки или теплые блоки, в которых находятся аккумуляторы. В холодные марсианские ночи, а на Марсе, может быть, до минус 105 градусов по Цельсию, эти блоки обогреваются с помощью маленьких плутониевых ретегов, то есть радиоизотопных термоэлектрогенераторов, работающих на, ну, по сути, своей тепле разлагающегося плутона. И совсем мизерном, крошечном выделении электроники, тепловыделении собственной электроники. Так вот, в конце июля этого года, 2018-го, на Марсе, произошла мега сильная и очень продолжительная пылевая буря, которые встречаются очень редко, и она охватила всю планету. Ну, то есть глобальная такая. Соответственно, она заслонила фотоэлектрические панельки ровера от попадания солнечных лучей. И это, в свою очередь, привело к тому, что Opportunity вынужден был впасть в режим гибернации. Ну, по-человечески, то есть впасть в управляемую кому до лучших времен, в надежде завестись после окончания этой бури. В надежде, потому что ровер и так отпахал свое, и кому может оказаться неуправляемой, так как заявленный срок миссии Opportunity — это 90 сол. Кто не знает, один сол чуть больше земных суток. На 40 минут больше, если быть точным. А ровер прокатал по планете уже более 14 лет, приземлившись в январе 2004 года. Неплохо, правда? Но это не могло не отразиться негативно и на его внутреннем барахлишке, включая деградацию солнечных элементов и аккумуляторных батарей. Кстати, последних в Opportunity 2. Для повышения отказа устойчивости аккумуляторная батарея разбита на два блока по 8 Ач. Солнечные батареи на марсоходе тоже разбиты на куски или, можно сказать, лепестки из тех же соображений отказа устойчивости и вырабатывают в среднем 410 Вт-часов электроэнергии за марсианские сутки. Для справки, также мощность, потребляемая марсоходом за сутки — 300 Вт-часов. То есть, солнечные панели с лихвой перекрывают его потребность. Но официально зафиксированный рекорд в солнечных батарей — 900 Вт-часов сол. Ну, это, конечно же, было тогда, когда батареи еще хорошо работали и были чистыми, как попка младенца. В общем и целом, я лично надеюсь, что марсианские ветра сдуют таки пыль с солнечных батарей, и они все-таки заведут марсоход. Иначе где-то к концу года НАСА признают его умершим и миссию закроют. А земляне уже как-то попривыкли к этому маленькому первопроходцу за 14 слишком лет. А вообще, если немного пофилософствовать, то получается, что мы с вами живем в прекрасной, для возобновляемой, ну, в частности, я имею в виду солнечной энергетики, время. Можно даже назвать его ренессансом в каком-то смысле. Такое же прекрасное время, какое было в конце 19-го, в начале 20-го столетий, когда открытый в 1836 году французским физиком Александром Беккерилем фотоэффект набирал популярность и на фотоэлектричество ставили большие ставки. В подтверждение, кстати, этому можно привести даже Нобелевскую премию, полученную никем иным, как Эйнштейном, в 1921 году за теорию о квантовой природе света, которую он, кстати, представил еще в 1905 году. А первые фотоэлектрические панели были разработаны специалистами компании Bell Laboratories в 1954 году. Ну, а коммерческие образцы, коммерческая модель уже была установлена на телефонно-телеграфных линиях той же компании Bell Laboratories, ну, точнее, Bell Telegraph в штате Джорджия, США в 1955 году. То есть не прошло и года. И КПД этих панелей в 6% казался тогда колоссальным. Но и стоил приличных денег, нужно сказать. Стоимость одного вата, произведенного солнечной панелью, стоила в 100 раз дороже вата, полученного с помощью ТЭЦ. Уже через 3 года солнечные панели улетели в космос. Первый спутник Земли с питанием от энергии Солнца, Vanguard 1, был запущен в США и до сих пор, кстати, находится на орбите. С того времени солнечная энергетика так и развивалась преимущественно благодаря космосу, так как до начала 21 века она оставалась слишком дорогой по сравнению с так называемой традиционной, получаемой при сжигании органического топлива. Но промышленности наука не сидят сложа руки. И сегодня стоимость фотоэлектростанции за несколько лет может отбиться на экономии привозного топлива, например. А КПД штатно выпускаемых панелей перевалили уже за 20% благодаря технологиям, в частности технологии PERC. Это когда нижнюю часть фотоэлектрической пластины, так называемые вафли, покрывают специальными материалами, которые способствуют отражению фотонов и более длительному их удержанию внутри самой этой вафли. И это позволяет более эффективно использовать саму энергию фотонов на преобразование в электроэнергию, а не на нагревание пластин, ну, читай, в холостую. Но и PERC еще не предел. Сейчас ученые работают над технологией ТОПКОН, которая еще больше увеличит КПД фотоячеек. Ну, об этой технологии коротенькую статью можно почитать на сайте, ссылку я приложу в описании. Но будущее у нее выглядит многообещающим. А вот что есть сегодня, от чего действительно захватывает дух, так это то, что уже целые страны могут жить полностью от зеленой энергетики. Да, пока недолго, но были уже случаи, и они фиксируются довольно-таки часто в последнее время, когда в Чили, в Германии, в других европейских странах 100% энергопотребления покрывалось за счет возобновляемой энергетики. Ну, в основном это ветер, там, солнце и вода. Солнце в меньшей степени, ветер, вода и потом солнце. Но с развитием технологий и перестройкой экологического мышления человечества все больше процента в энергобалансе планеты будет составлять чистая энергетика. Ну, я так считаю. Хотя я, конечно, трезво смотрю на сегодняшнюю ситуацию в этом вопросе и не предлагаю скопом закрывать все АЭС и ТЭЦ. Нет. Но во всем нужен баланс и дальновидное мышление. Я сейчас прям послушал себя, как Танос говорю. Но я верю, что человечество придет к нему раньше, чем угробит планету целиком. Слушайте, действительно, прям как Танос. На сегодня почти все. И я хочу ответить на вопрос, который мне задают периодически. Почему же все-таки подкасты? Почему я взялся за это дело? А не только пишу статейки на сайт, ведем и каналчики свои, и соцсети. А все дело в удобстве, ребята. Удобстве потребления контента. Ведь какую-то информацию удобнее читать на сайте. Например, такую, где нужно сравнивать, анализировать что-то, смотреть какие-то картинки, графики, лонгриды, так сказать. Для какой-то лучше подойдет телеграм-канал, где можно на бегу получить общую информацию со смартфона, а интересующую ссылку сохранить в список для чтения и прочитать уже дома, не торопясь. Ну а подкасты, как по мне, это больше подходит для поездки на работу, может быть, на учебу, прогулки с собакой или утренней пробежки, когда неудобно читать ни со смартфона, ни компьютера под рукой, но комфортно получать информацию, а чаще еще и приправленную личным мнением автора, напрямую в мозг через уши. И формат 15-30 минут, о котором я говорил в первых выпусках и более-неволее выбрал его, как раз пособствует этому. Потому что, ну, кто ходит, скажем, гулять с собакой дольше, чем на 15 минут, может быть, на 30, а когда едешь в машине, то тоже полчаса послушал подкаст, и уже, считай, дорога на работу преодолена. И, как по мне, так долго слушать, даже если подкаст длинный, это не одно и то же, что долго читать. В наш 21 век это понятно, как нельзя, более, ну, более наглядно, что ли. И, как по мне, это намного интереснее, чем тупо сидеть за компьютером и просто читать. А что думаете вы? Я хотел бы послушать в комментариях, ну, прочитать, точнее, в комментариях к подкасту на сайте, ну, как я уже говорил. На сегодня пора закругляться. И я хочу напомнить, что поддержать проект solarnews.ru можно как материально, задонатив денежку на сайте Patreon по адресу patreon.com.solarnews, так и нематериально, оставив отзыв на подкаст в вашем подкастоприемнике, или поделившись ссылкой на наши соцсети с друзьями. Это, кстати, офигенно поможет продвижению как подкаста Solar News, так и возобновляемой энергетики в целом. На этом хочу попрощаться и пожелать, чтобы небо над нашими с вами головами всегда было чистым. С вами был Зил и подкаст Solar News. Первый подкаст о солнечной энергетике на русском языке. До новых встреч! Друзья, еще раз привет! Напоминаю, что это подкаст Solar News, и в этом блоке я хочу рассказать о сервисе Ankor FM, благодаря которому буквально каждый может стать подкастером. Я уже говорил, что уходно перешел на Ankor с другого сервиса хранения подкастов, и не жалею об этом, и тому было три причины. Первое и самое главное – это полностью бесплатный хостинг. Неважно, сколько выпусков подкастов вы загрузите, какова их суммарная продолжительность, хостинг всегда будет бесплатным. Второе – это простота. Если бы у меня не было опыта создания подкастов, Ankor бы мне подошел идеально. Здесь что в мобильном приложении, что в десктопной версии, все предельно просто и понятно. Ты можешь загрузить свой аудиофайл или надиктовать прямо здесь. Можешь его приукрасить перебивками и джинглами. Можешь ставить аудиоцитаты, которые тебе прислали подписчики из комментариев, а можешь просто выложить все, как есть, и не мудрить. Третья причина – это статистика и дистрибуция. Я уже говорил в подкасте, что мне нравится здесь личный кабинет. Все здесь по максимуму лаконично, но информативно. Только нужная статистика, а если ты начинающий подкастер и хочешь, чтобы тебя слушало больше народу, Ankor.fm сам позаботится о том, чтобы продвинуть твой подкаст на как можно большее количество площадок распространения. И это, конечно же, тоже абсолютно бесплатно. Подводя итог, хочу сказать, что если вы хотели бы попробовать себя в подкастинге, то Ankor.fm – это самое то, чтобы начать. Если не понравится, не жалко будет забросить, так как изложений были только время и все. Ну, а если понравится, то я буду только рад, что в мире появился еще один хороший подкаст. Напишите мне в почту zelsobachka.solardefisnews.ru тему и название своего подкаста и будем, как говорится, дружить с семьями. Все, это был ZEL. Переходим в следующий блок.